24 августа в поселке Светлое Поле состоялся матч перенства Самарской области по футболу среди юношеских команд муниципальных районов. Футбольный клуб «Сергия» с под руководством наставника Вячеслава Устина встречался с лучом из Красного Яра. Особенностью данной игры было то, что на поле сошлись две команды, которые делят между собой первое место уже не один год. В прошлом сезоне до последнего тура не было ясно, кто победит. В итоге пришлось прибегать к золотому матчу, победу в котором отпраздновали серьевцы. В этот раз все вроде было по-другому. В игре первого круга наша команда выигрывала 3-0 за 15 минут до конца игры, но красноярцы нашли в себе силы и ушли от поражения. Перед отчетным противостоянием две команды сыграли по 7 матчей на турнире и имели в активе по 17 набранных очков. Все ровно, поэтому данная встреча имела статус скрытого финала, ведь тот, кто выигрывал в ней, открывал себе прямую дорогу на самую вершину. Начали коллективы с места в карьеру, а именно серьевцы, которым не терпелось доказать свое превосходство, уже на втором минуте открыли счет. Андрей Сахнов пробил в дальний угол и этот выстрел оказался для голкипер-хозяев неразрешимой проблемой. Поведя в счете, гости имели еще ряд моментов для взятия ворот, но и принимающая сторона в обороне не отсижилась. Красноярские футболисты имели ряд моментов для того, чтобы восстановить равновесие и удача повернулась к ним лицом достаточно быстро. В середине тайма оборона Серьевска провалилась по правому флангу, игрок луча сблизился с Дмитрием Семеновым и переиграл нашего вратаря. Основные события в этой встрече произошли после перерыва, когда игра стала напоминать настоящие качели. В начале инициативы перехватили хозяева. Команда в синей форме в течение пяти минут дважды добилась успеха. Великолепный штрафной исполнил луч и хозяева вышли вперед, а вскоре Дмитрий Семенов совершил грубейшую ошибку и ему оставалось только корить себя за то, что команда и его товарищи оказались на грани катастрофы. После того, как счет стал 1-3, на минуту показалось, что это крах Серьевска в самом ярком его проявлении. Но все изменилось за пару минут. Сначала наши футболисты отменно использовали стандартное положение, и мяч во второй раз оказался в воротах луча. Отличился Александр Райфшнайдер. И тут же безобидный навес в район штрафной площади приводит к ответной оплошности со стороны вратаря хозяев, чем не применил воспользоваться Денис Барсуков. Ничья 3-3. В оставшееся время до финального свистка Серьевцы выглядели активнее, но результат не изменился. Команды поделили очки, и этим фактом может порадоваться миллиоратор из Приволжия, который имеет теперь возможность приблизиться вплотную. В следующем туре наша команда встретится со сверстниками из Торпедо и Скинель-Черкас. Матч пройдет в Суходоле. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».